Чуфуткале Крымские ханы, начиная с Хаджигирея, предоставляли иудеям крепости за охрану ее льготы. Права на них фиксировались специальными грамотами – тарханными ярлыками. Помимо караимов, в Чуфуткале проживала также небольшая община евреев-раввинистов, называемая Крымчаками. Об этом свидетельствуют надписи на надгробных памятниках Волософатовой долине. Судя по могильным надписям, евреев-раввинистов хоронили в данном кладбище еще в 1203 году. Так, в 1669 году там был похоронен Иосиф бен Моше Меворах, о котором караимский исследователь Авраам Феркович писал, что, цитирую, «Он был из крымских раввинистов, учитель Пятикнижия в Кале». Всего же в Волософатовой долине похоронено несколько десятков крымчаков. По мнению известного караимского ученого, Сирая Марковича Шапшала, жители Чуфуткале делились на два рода, и каждый имел свою тамгу, то есть герб. Этими тамгами и были сенак, двузубая рогатина на длинном древке, и калкан, щит. Караимская община имела в Чуфуткале две кенасы, синагоги, и бет-дин. С фасада силуэты обоих кенас одинаковые. Они построены по типу базилик, с двухскатной крышей. Большая соборная кенаса с аркадой и резным парапетом возведена в XIV веке. Есть предположение, что вторая, малая кенаса, или как ее называли Кодэш Эва, дом собрания, ровесница первой, но капитально ремонтировалась в 1796 году. По-видимому, год этот стал считаться датой ее постройки. Вторая кенаса предназначалась для обычных служб и для разных собраний, как было принято в то время. Судебные и прочие дела караимской общины решались духовными властями. В большой соборной кенасе устраивались торжественные праздничные службы. Снаружи она украшена галереей с десятью столбами, поддерживающими арки, в рисунке которых сквозят элементы арабского зодчества. Убранство малой кенасы было более простым. На главной улице, напротив кенас, находилась караимская типография, основанная в 1734 году при правлении хана Каплан-Гирея. Это первая по времени типография в Крыму. По данным караимоведа Кокеная, первое издание типографии датировано 1734 годом. Последняя вышла в свет в 1805 году, после чего ее перевели в Евпаторию. В библиотеке Бахчисарайского музея есть книги на древнееврейском и караимском языках, отпечатанные в этой типографии. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok